привет друзья с вами вами и это вновь факторио freight forwarding прошлый раз мы строили желтую науку дронов и все с этим связано и сегодня мы будем разбираться с логистикой немножко переходить на новые поезда но сначала я получится буду рассказывать что я делал за кадром потому что тут много всего о чем стоит поговорить во-первых что я сделал за кадром хотя это не сделал это самой сделалась меды исследовалась все что мы ставили исследоваться естественно в прошлый раз и я что-то из этого построил типа поставил заводы этих всех ящиков вроде бы я это делал между между видео а не в прошлом видео я также до исследовал всякие там скорость рабочего дрона урон оружие скорострельность оружие и все такое и поскольку меда исследовались уроны скорострельность оружие Я сгонял и потестил Прокаченное оружие Ну в частности Не просто оружие, а Ховеркрафт с ракетницей И зачистил пару островов Я зачистил вот этот мелкий островок Относительно, там черви остались Но он соединен с этим островом С этим островом, с этим островом И где-то здесь я сдался и решил, что ну его нафиг Слишком большая цепь островов Не буду пока что с ней изморачиваться Потому что на самом деле Даже со всеми этими апгрейдами Ховеркрафт не особо хорош Он намного приятнее, чем танк Он намного приятнее, чем машина Он намного приятнее, чем пешком бегать И пытаться расстреливать гнезда из огнестрела Но по сути у него те же проблемы, что у всех этих вариантов Что На карте существуют камни И Естественно здесь нигде Вот такие вот камни И если ты в такой камень врезаешься То ты просто умираешь без шансов Потому что Ну не просто Не просто посреди карты, естественно А в бою Когда рядом мобы Потому что в гнездах миллионы червей всегда Черви стреляют Их стрельба наносит урон Их стрельба навешивает замедление Их стрельба навешивает дот И также она оставляет лужу Я не уверен, если она попадает в В меня, то она оставляет потом Но все равно лужу Или только на меня навешивается Но это не так уж и важно Но их стрельба оставляет еще лужу Которая все это делает Но по сути Как-то в итоге работает Что если ты врезаешься в камень То ты останавливаешься И до того, как ты успеваешь Заново разогнаться В тебя прилетает От 15 червей одновременно Это сносит половину хп Замедляет С такающимся замедлением То есть каждое из этих попаданий Дает там минус 5% скорости И в итоге это получается Что минус 90% скорости От того, что их 15 одновременно попало И после этого с места Ты уже не сходишь Потому что Еще половина Оставшейся половины хп Отваливается от дота До того, как прилетает Следующий выстрел Ну и следующий выстрел прилетает Увернуться от него нельзя И это смерть И камней много Червей тоже много И собственно все В итоге Я переставил себе Автосейвы обратно Там на каждые 10 минут Или что-то такое Пока я все зачищал И это все равно невыносимо Даст прокачанной ракетнице Немножко лучше Она все равно Не ваншотит гнезда Но она почти Ваншотит гнезда Так что получается Что если там Два гнезда рядом Одну ракету в одно Одну ракету в другое И ауешкой И хоб дамажит И они оба уничтожаются Может быть даже можно Две ракеты в одно И это второе тоже убьет В зависимости от того Насколько они близко Друг к другу А черви жирные Так что На больших червей Там нужно все равно Штук 10 ракет Или штук 5 Кислотных гранат И все это Немножко невыносимо Наверное Это будет намного приятнее Когда мы исследуем Вот такую хреновину Потому что это Летающий ганшип Который Который наверное Игнорит камни Так что Он в них не врезается Не останавливается И не ловит выстрелы От 15 червей Но пока у меня Этого нет Все равно Достаточно невыносимо Сражаться с Смолбами И зачищать Большие гнезда Но тем не менее Пару островов я зачистил И на этом решил Пока что остановиться То есть Типа я пришел туда Решил забить на это Но На обратном пути Решил все-таки Зачистить вот этот остров Потому что Он не такой уж большой Это по сути Сдвоенный такой остров Он ни с чем не соединяется Насколько я знаю Хотя Может быть Я тут просто не вижу Соединений на самом деле Там в один пиксель есть Но этот остров Теперь полностью зачищен И это было невыносимо Что есть на этом острове Много всего полезного На самом деле Куча меди Два пятна по 8 С лишним лямов Огромная куча свинца 12 17 19 лямов Почти 10 лямов железа 5 лямов Угля 6,5 лямов Урана Немножко камня 5 лямов титана Довольно неплохой И богатый остров И мы когда-нибудь Поедем туда Копать Не переселяться Но именно что Базу Добывающую Там будем строить Может быть Несколько добывающих баз Которые там будут Типа Здесь будет порт Медиа Здесь будет порт там Свинца Здесь будет порт Железа Где-нибудь в центре Одна электростанция На это все Или что-нибудь такое С этим еще разберемся В общем я вот это вот Все зачистил Кроме этого Я немножко Расширил покрытие По своей базе И немножко Проапгрейдил Некоторые вещи На своей базе А тут все еще Все дико мигает Что нифига нет Железа Бетона Потому что он Производится Очень медленно Типа Сам по себе Он делается 15 секунд Что Недолго И делается По 10 штук Сразу Но ему нужно 20 бетона На каждый цикл И бетон Делается 1 секунду По сути Так что По сути Каждые 20 секунд Я получаю 10 Железобетона И мне его все еще Нужно несколько сотен Так что Это еще будет Долго мигать Оно постепенно Строится Но очень медленно Но в остальном Что я сделал Не полностью Но расширил Покрытие робопортов По всей своей базе Часть из этого я делал На видео еще Часть из этого Доделал за кадром Я также немножко Расширил эти плавильни Чтобы понять Как тут вообще Можно втыкать Эти дрон станции И вот эти вот Плавильни тоже На другой стороне Я покажу с этим Не заморачивался Но Там тоже можно сделать Основное Что я выяснил При этом Это то что нужно Вот эту вот хрень Передвинуть в упор Сюда Потому что Если заворачивать сразу То Этот робопорт Сильно сложнее разместить А если Эти билеты Идут вперед До упора А потом только Поворачивать То все немножко лучше А тут я везде Поменял билеты На красные Но Только в этом куске Типа дальше Они все равно Идут желтые Тут все равно Желтые машины Которые не выдают По красному белту Но я все равно Столько сейчас не трачу Так что С этим немножко Заморочился Тут все еще Все не достроено Тут все еще Местами все Не до Не до покрыто Но с этим Мы разберемся По ходу дела Типа Когда это будет нужно Поставим Пока что так Ну и Да Зачистил пару островов Немножко проапгрейдил Эти вещи Построил Вот такую вот штуку Что тут теперь делают Все эти сундуки И я задал себе Запросы И пока я задавал себе Запросы на все Я выяснил Одну очень неприятную вещь Которая заключается в том Что Нельзя задать запрос На контейнеры Оно пишет Что контейнеры Слишком тяжелые Для логистических роботов Так что Оно этот запрос Не сохраняет И то же самое Работает и с сундуками Я проверил И это немножко Убивает мои план Потому что Я изначально хотел Чтобы у меня дроны Разносили эти контейнеры По Всем станциям Типа заменить Вот эти вот ящики На логистические И дроны Будут подвозить Пустые контейнеры Поезда будут уезжать С этими пустыми контейнерами Потом приезжать С полными контейнерами И так по кругу Но это так не сработает Так что нужно Что-то с этим придумывать Можно конечно Типа Вот здесь вот у меня Контейнеры делаются Можно их выгружать Длинным манипулятором На конвейер И пустить конвейер Вокруг всей базы Который будет Типа отсюда их На эту станцию Подвозить Ну не на эту не нужно На эту станцию Подвозить Потом дальше На эту станцию Подвозить На эту И так по кругу Это мне кажется Очень тупым планом Потому что это будет Огромнейший конвейер На 10 тысяч километров И в итоге Он в какой-то момент Будет абсолютно Полностью заполнен Этими контейнерами Что в принципе Ничем особо не отличается От вот этого вот всего Но не знаю Мне кажется Это немножко тупо И поэтому Я сделаю Немножко менее тупо И сделаю поезд Который будет Эти контейнеры Туда-сюда возить Но тогда мне нужно Что-то придумывать С этим поездом И с ним разбираться И может быть Мы с этого Как раз и начнем Во-первых Насколько я могу Просто скопировать Вот этот вот стаб И вставить его сюда В принципе могу Он влезает Ну типа там Придется какие-то сигналы Чуть-чуть переставить Но я имел ввиду Что он типа Моя база Здесь не мешает Так что это хорошо Потому что я наверное Где-нибудь здесь Сделать завод Контейнеров И буду загружать Поезд здесь И план такой Что я буду Загружать контейнеры В поезд Этот поезд Будет их развозить Не сюда А он их будет Развозить Типа сюда На те базы Которые добывают ресурсы И где эти контейнеры Нужны Типа сейчас Тут У меня сейчас Тут есть контейнеры Они просто уже загружены И потом Этот же поезд Будет эти контейнеры Собирать С вот этих вот баз Где Куда эти контейнеры Приезжают И где они разгружаются Так что Мне нужно На каждой станции Делать еще одну линию Под Поезд С контейнерами Так что Вот эту вот станцию Которую мы в прошлой Не в прошлой А типа позапрошлую Позапрошлую В один из прошлых раз Делали ее Нужно будет все-таки Передвинуть Чтоб сюда еще одна линия Влезла Но это не сложно И надо И надо как-то Со всем этим разбираться Как это будет работать Более глобально С соседними островами Я вообще понятия не имею Типа наверное На корабли Точно так же Этот поезд Будет развозить контейнеры И потом эти корабли Будут развозить на другие острова И Там еще будет поезд Который развозит Контейнеры По всем нужным местам Если у меня на одном острове Или просто каждый корабль Свои возит Тоже вариант наверное Не знаю в общем Надо будет как-то придумывать И это не единственное Что нужно будет как-то придумывать С другими островами Потому что С ними есть еще две проблемы Если я хочу что-то добывать На других островах То во-первых Мне нужно каким-то образом Электричество туда Проводить Правильно Потому что шахты Тратят электричество Это одна проблема И вторая проблема Это мобы Шахты Производят загрязнение И соответственно Мобы будут агриться И Тут есть тоже Варианты И решение И в принципе у меня есть По-моему достаточно адекватный вариант Что делать Из первой проблемы Из второй Один и тот же по сути Но суть в чем Что касается Электричества Тут можно Поставить электростанцию На месте Типа добывать там еще и уголь Поставить обычную электростанцию Такую же как у меня здесь стоит И там добывается уголь Он же там На месте тратится Производит электричество И дальше оно Развозится Проводами Это вариант Это сработает В некоторых ситуациях Типа на этом острове Вполне можно так сделать Потому что тут есть уголь Но если я добываю Если я хочу добывать Какой-то рез На каком-то острове Где нет угля То это не работает Второй вариант Это подвозить Батарейки Потому что у меня есть батарейки Где-то Такие вот заряженные Есть станции Разрядки То есть я привожу Полный корабль Заряженных батареек Они разряжаются Потом я увожу Полный корабль Почти полный По-моему Или они при зарядке Я не помню Когда они тратятся Но они там с шансом тратятся Но я увожу Полный корабль Разряженных батареек И так по кругу Это может быть вариантом Альтернативно Может быть вариантом Возить топливо просто То есть Построить тоже Какую-нибудь там Угольную электростанцию И возить уголь Или твердое топливо Это надо еще прикинуть и посчитать, что выгоднее батарейки или топливо. Так что насчет этого надо будет еще подумать. Но есть еще третий вариант. Ну, нет, есть еще третий вариант. Возить ядерное топливо, поставить там ядерный реактор. Это, конечно, тоже сработает. Но это немножко сложнее, это я вряд ли буду делать. Но есть еще четвертый, получается, вариант. Это солнечная энергетика. И у нее проблема в том, что она много места занимает. Потому что солнечные панели дают не очень много электричества. Им нужны еще аккумуляторы, чтобы ночью это электричество тоже было. И в итоге нужно много солнечных панелей производить. Много аккумуляторов производить. И много мест, чтобы это все построить. Но в каких-то ситуациях это будет работать. А и я также... Ну и да, и враги, это вторая проблема. А с врагами что нужно делать? Ну, можно вот так вот полностью зачищать острова. И тогда можно там что угодно, как угодно строить. Или, мне кажется, можно не полностью зачищать острова, а просто зачищать на какое-то расстояние. Потому что загрязнение, конечно, шахты производят. Но не бесконечное количество. И... Типа, если зачистить... Ну, если бы это была цепь островов, то, мне кажется, зачистить один этот остров и добывать здесь руду, оно до соседних и не достанет, по-моему, если бы оно было соединено. Так что это тоже вполне вариант. И обе эти, в принципе, проблемы, и электричество, и враги, чуть-чуть фиксятся одной такой интересной вещью, которую я почти никогда не использовал раньше. Но... Буду, видимо, использовать сейчас. И это модули эффективности. Модули эффективности снижают потребление энергии. Также они снижают загрязнение, хотя на них это не написано. До минимума в 20%. То есть минус 80% энергопотребления и минус 80% загрязнения. И это, по-моему, достаточно... Достаточно неплохо. Так что произведем немножко модулей эффективности. На самом деле побольше даже. И будем их использовать в шахтах. И обычная шахта жрет 90 кВт и производит 10 загрязнений в минуту, видимо. И с модулями эффективности она жрет, типа, 18 кВт и производит 2 загрязнения в минуту. То есть на 80% меньше. То есть, в принципе, мне кажется, я могу там шахту медиа вот такой вот заполнить модулями эффективности и, типа, вот здесь вот живут мобы и не агрятся на нее, потому что до них не достаёт загрязнения. И также 18 кВт шахта... Ко-моему, 18? Можно... Можно легко проверить? О, нет. Нельзя легко проверить, потому что логистика. Ну, пока что я просто выключу. Мне интересно, куда они это унесли? Вот туда. Но 18 кВт шахты это... И она действительно 18 кВт. Это меньше, чем одна солнечная панель даёт. То есть, в принципе, у меня там столько пространства занятое шахтами, ещё рядом столько же пространства занятое солнечными панелями и аккумуляторами, и всё работает, в теории. Так что, наверное, будем так делать. Надеюсь. Попробуем, по крайней мере. Если не прокатит, то будем зачищать острова полностью. И с этим разбираться. Ну ладно. Теперь, что касается того, зачем и что мы в первую очередь будем с этими соседними островами делать. Мне кажется, медь это первостепенная наша задача, потому что меди у меня очень немного. Тут её добывается меньше, чем 4 билта. Тут есть ещё одно пятно, и, в принципе, можно до него тоже мостами провести. И там 8 лямов, оно, в принципе, нормальное. Но эти два тоже захватить не помешало бы. Так что, за медью мы когда-то поедем, и меди оттратится достаточно массово. То есть, типа, конструкции малой плотности жрут до хрена меди, схемы жрут до хрена меди. Хотя сейчас оно всё забилось. И, кстати, ещё одна вещь, которую я забыл, я проверил, но... Точнее, которую я сделал за кадром, потом проверил, что получилось, и получилось всё немножко неправильно, и я забыл об этом упомянуть до этого момента. Но вот это вот всё, я закинул сюда модуль продуктивности, потому что это, мне кажется, достаточно хорошим планом, но это всё выдаёт 0,73 в секунду, а вот это вот всё жрёт 1,07 в секунду. Так что, надо бы немножко расширить этот сетап. Так что, давайте с этого начнём. Сделаем чуть побольше. Наверное, стоит идти по дороге. Чуть побольше конструкции малой плотности, чтобы хватало хотя бы на жёлтую науку, которая в данный момент простаивает, потому что всё, что я изучал, доизучалось. Надо, наверное, поставить что-то ещё изучаться. Портативный термоядерный реактор. Звучит как план. Военная промышленность 4. Почему нет? Дронстанция. Наверное, более приоритетно. Переработка кобальта. Почему нет? Не уверен, куда он мне нужен пока что. Ну, типа, для батареек более крутых, для ракет потом он будет нужен, для ядерных ракет он будет нужен, для переработки титана стали, которая там потом куда-то ещё идёт, и для более крутой солнечной энергии, которая, на самом деле, мне не кажется прям супер-мега-крутой, но посмотрим тоже. Я чуть тестил в сэндбоксах, и оно очень странное. Но, опять же, может быть, может быть юзабельно. Так, военная промышленность. Ну, там пусть будет скорострельность лазеров. По максимуму. Окей. Погнали. Немножко это расширим. По сути, так. И посмотрим, что получится. Ну, они дроны. Я не дам вам достроить это всё. Ну, они модули подвезут. Так. И больше ничего не надо. Окей. И теперь этот сетап выдаёт 1.02 всё ещё меньше, чем мне нужно. Не, ну, я могу ещё один блок поставить. 1.09. Во. Чуть больше, чем мне нужно. Так что теперь у меня будет что-то с этим делаться. И также тут нужно тоже сделать вот так. И вот так. Чтобы часть сюда откладывалась. Наверное, поменьше можно. Но хотя не. У меня ещё по 10 стакануется, так что нет, целый ряд. Потому что сейчас портативный реактор нужно будет строить. Ещё что-то нужно будет строить. На всю эту конструкцию моего плотности идут. Окей. Ну, теперь давайте всё-таки разбираться с тем, что мы сегодня делаем. И первое, что мы сегодня делаем, это переносим вот эту вот станцию. Потому что это немножко важно. Так что погнали к ней пробежимся. Что мне нужно в мою сетку? Реактор. Он, блин, до хрена места занимает. Сетка у меня небольшая, так что у меня влезет типа реактор и один экзоскелет. И всё. Ну, это лучше, чем ноль экзоскелетов, наверное. И делается это всё несложно. Ну, ладно. Сначала всё-таки разберёмся. Может быть, мне стоило всё-таки до конца бежать по дороге или поставить свой ховеркрафт, который я вообще там оставил. Но сначала всё-таки разберёмся с вот этим вот. Конкретнее. Я снесу въезд. Так, и поезд уехал, и назад он не приедет, потому что у него нет пути. На всякий случай ещё я это снесу. Теперь идеально было бы дождаться, пока это вести танк переработается, потратится и всё там подобное. И я, в принципе, могу это немножко ускорить, сделав здесь плавильни в несколько рядов. И, наверное, я сделаю вот что. Я возьму вот так. Клипну на другую сторону. В другую сторону, а не по вертикали. по вертикали оно тоже так же станет? не, ни хрена. Ну, по крайней мере, я знаю... Я знаю, где эта хрень должна быть. типа вот так вот по центру. И ещё одна где-нибудь здесь, и тут вот проблемы с этим. Возможно, это стоило всё-таки сделать за кадром. Но, увы. Я этого не сделал за кадром. Хм. Там, по сути... Там, по сути, примерно то же самое, только без вот этого вот всего. Рип мой инвентарь. Но, хотя из него сейчас всё сразу же позабирают. А-а-а... Окей, это многое объясняет. И думаю, что оно здесь жрётся с этой линией, но не жрётся с этой. Она вся забита. Там не в ту сторону. Подземный билет с лево. Так, но, по сути, мне нужно, чтобы оно выходило вот так. А потом вторая линия вот так. А потом третья линия вот так. И четвёртая... Не, вот так. 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 Стоп. Каким образом я сюда кладу медную руду? Или я её забираю отсюда? Что? Ясно. Ну, короче, я вот так и пока что поставлю. А что касается этого сетапа, то здесь мне нужно то же самое, что и было, по сути. Но вот так. О, а дальше не получится. У меня третью линию получится. Надо было тогда эту... Не, надо было просто на один левее всё поставить. Так. Во. Спагетти на норм. И здесь можно вот это вот удлинить, здесь можно вот это вот удлинить. здесь немножко больше проблем, потому что там нет того, что удлинять. Но можно пока что такую... Такую хреновину поставить. И на другой стороне тоже можно что-то поставить как-то, но... Я пока что не уверен, как, так что пока что я навтыкаю, как попало. Потом поменяю. Окей. Так. Тут опять же я пока что не уверен, как всё должно стоять, так что вот так пусть будет. и тут это явно не так должно быть распоряжено. А подальше? И в идеале дрона теперь всю эту половину построит. А хочу ли я что-то с этим делать на самом деле. Могу так закидать и большую часть инвентаря таким образом сводить. По-моему, я могу сейчас просто себе всё в инвентарь всё это забрать. Эту станцию мы просто сносим, по сути. Потому что я её сейчас буду переделывать. И переставляем её в обещание. И вырезаем, и копируем. Вот сюда, я думаю. Так. Здесь у нас наша титановая станция. Может быть, надо было её не настолько сносить? Ну ладно. Первое, что я хочу на ней построить, это топливо. Надо было целый стак взять, на пофиг. Я поставлю такой сундук. Я поставлю такой манипулятор. И этот сундук будет запрашивать заряженные аккумуляторы. 200? 200. И сюда их будут подвозить. Естественно, тут пока что нет покрытия, но оно будет. Это главное. Дальше у нас второй вагон, который разгружает, собственно, контейнеры. И это всё, что он делает, потому что он привозит только заполненные контейнеры. не заполненные, не к нему вообще. Хочу ли я одну машину, которая их распаковывает? Наверное, нет. Наверное, я хочу несколько. Если так. Теперь я хочу, чтобы он выгружал эти контейнеры в ящик. Потом из ящика они идут на такой вот конвейер и, по крайней мере, в две машины. Чтобы у меня было два белта. Можно в четыре? Чтобы уж прям совсем. Ну не, в две, чтобы было два белта. В четыре мы будем выгружать из двух вагонов. Что получается? Два вагона с рудой выдают четыре белта этой, собственно, руды. По-моему, достаточно адекватно. Так. Так. А здесь же на всякий случай фильтруем контейнеры, хотя мы их будем загружать, забирать точнее другим манипулятором. Ну, на всякий случай. Эти два белта идут дальше. Могу просто, да, я могу просто так. 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 И это вообще не в эту сторону. Вообще нет разницы, в какую сторону, потому что мне нужно тебе сюда и подвести. это идет сюда. И это идет сюда. И загружается в ящик. На самом деле, наверное, наверное, все-таки на этом уровне. В один ящик или в два ящика? Это вопрос. В смысле, один вагон или два вагона. Я пока что не уверен, какой ответ. Ну, наверное, так. Окей. Ну, естественно, мне нужно загружать сюда естественно одной клетки не хотела. Ладно. Мне нужно загружать сюда еще и смазку, потому что это титан. Так же так. И это, по сути, все, что мне нужно от этой станции, кроме того, что мне нужно улучшить ее в зависимости от того, сколько сколько у меня на ней ресурсов. И, естественно, мне нужно электричество. Это тоже достаточно важно. Так. 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 Хочу ли я здесь же загружать еще и такой поезд? Наверное, да. Нет повода этого не делать. А, и вот сюда вот идеально можно поставить робопорт. сюда, наверное, лучше все-таки подстанцию. Чтобы она до всего доставала. Можно даже вот так. есть ли какие-то проблемы у этого сестапа? Кроме того, что я еще не подключил провода и не разобрался с этим. Считывать содержимое поезда мне не нужно. Мне нужно только установить условия. если у меня все сигналы правильно меньше 5, то выдается 1L. Меньше 10 и меньше 15. И сюда мы закинемся вот это вот. я мог бы на самом деле это сложнее, это не будет работать дальше. Я мог бы поставить напрямую типа из этого ящика сразу выдается две эти машины. Тут будет немножко сложнее подвести топливо, хотя можно, но проблема в том, что со вторым вагоном я так не смогу сделать. Мне тогда придется, чтобы эти машины пересекались и это не очень работает. Окей, здесь мы тогда выгружаем титан. И все хорошо. Здесь здесь другое условие. Ящики стакаются пустые, поскольку. по 10 вагон поезда влезает 5 стаков, то есть 50. То есть если тут больше 100 ящиков, оборот, ящик больше или равен 100, то выход 1L и эта станция включается. поскольку она идет сплиттером, то их будет поровну. Так что это не проблема. Так, так, и это на самом деле станция выход пустых ящиков. И это электропоезд. тут поезда нужно будет еще поменять условия. И тут нужно естественно поменять то, каким образом это все сюда развозится. Но это вроде как не проблема. типа вот так. 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 И вот так. и дальше мне наоборот нужно соединить это все. Короче, так пока что. Да. тут есть покрытие, так что дроны когда-то это все построят. Так же хотелось бы нет. Хотелось бы, чтобы они мне подвезли еще всякие другие вещи. Если тут сплошное покрытие, да. Так что они это сделают просто не особо быстро. Ладно. Теперь это нужно соединить, это нужно соединить, это нужно соединить. Тут можно еще один робопорт поставить, чтобы просто он лучше доставал. И в теории этот поезд сейчас сюда подъедет. Надо будет ему поменять условия, потому что он уже не развозит пустые ящики. Так что надо как-то что-то с этим придумывать. Что у нас там с ресурсами кстати? Меди 0. Ну да, это проблема. Так, и мне нужно тогда поставить вот здесь еще сигналы. И на выезде еще сигналы. Окей, у тебя какие условия? Он приезжает, если у него 5 ящиков руды или 0 жидкости, и он уезжает, если у него 0 ящиков руды и больше 15 тысяч жидкости, и также бездействия груз. Вот это ему пофиг, так что поехал. Готово. Не помешает, хватит мне двигать, не помешает, немножко освещение. Ящики сюда поехали, 6 и 8. Хорошо работает балансер. идеально прям разделил поровну на 6 и 8. 7 и 8 уже немножко больше похоже. Окей. А вообще даже не так. Эта станция будет называться приоритетным выходом. и будет еще неприоритетный будет станция, которая сортирует. Насколько там много? Там вообще нисколько. Наверное, можно вот так вот сделать. Ту станцию тоже сейчас придется переделать. И, наверное, можно с этого начать. потому что нужно, чтобы сюда отдельный поезд подвозил эти ящики. Так, сейчас разберемся с этим. Какой тут хаос с этими столбами. Но сейчас разберемся с этим, потом я с медью также перестрою станцию, потому что там нужно апгрейд со старых вагонов на новые. Также вот это нужно немножко загнуть. а то она забилась и не работает. С медью тут будет немножко сложнее все. Ну, ему еще нужно, чтобы вот это доехало и все подъедет. Я сразу снесу этот поезд, потому что нам нужно переделать все полностью. пока мы ждем можно сделать апгрейд желтых до красных конвейеров и провести вот так вот, чтобы дроны с этим разбирались и вот так поезд поезд приехал поезд разобрался. это это пусть пока что отработает, но дальше это все буду переделывать. Ну, наверное, погнали. и вот не знаю в каком порядке все лучше было делать. Может быть, так же, откуда у меня такие дроны. Может быть, сначала надо было вообще сделать завод, который будет делать эти контейнеры и станцию сортировки, где они будут сортироваться на те, которые нужно использовать в первую очередь, и те, которые нужно использовать во вторую очередь. потому что с этим нужно будет еще что-то придумать и потом уже строить все остальные станции. Но пофиг. Просто сейчас оно все будет долго простаивать, потому что я сейчас уже разобрал эту станцию меди, по сути. Я разобрал поезд, который ее возит. И построю станцию и новый поезд. Я не скоро достаточно. Но у меня сейчас ничего не исследуется, так что, наверное, медь не особо будет тратиться. Ладно, пока что я сам поеду на станцию с титаном. Апнем ее. И потом примерно по ее подобию будем остальное апать, но правда с учетом того, что на станции с титаном у нас один вагон, на остальных будет два. И сегодня на видео я одну станцию с титаном и одну обычную станцию переделываю, а потом все остальное я сделаю за кадром, потому что это, наверное, не особо интересно. Переделка станций. Окей, что нам нужно здесь? Во-первых, вот это вот нам не нужно здесь. Но в принципе тут не так уж много всего нужно менять. Вообще, мм, вообще. Я сделаю еще вот что. 100 такого, 250 такого. Естественно. Сделаю себе реактор. И сюда нужны еще аккумуляторы, шестеренки, титановые плиты, так что нет, такое я не сделаю. Увы, я думаю, я сейчас по-быстрому сделаю себе персональный робопорт, возьму дронов и они будут что-то делать. Но в принципе батарейки я могу натырить. Шестеренки я, по-моему, за кадром сделал. Да, вот здесь вот хранилище шестеренок. Так что остается только титан, с которым тоже все, наверное, ну нет, с которым все чуть важнее. Сейчас будет несложно, потому что он сейчас забьется и можно будет его забрать. Так что что мне сюда еще нужно? Красные схемы. Вот на них я не поставил сундук. Это было немножко зря. Я всегда могу сделать это временно сейчас. Временно это пока я не вспомню, что его нужно снести. Это так работает. Титан почти забился. Батарейки можно отсюда натырить. Потом на вторые нужны еще процессоры и пять первых. Я бы хотел хотя бы одну вторую сделать. так. Вряд ли получится. Это три титановых плиты. Это как-то маловато. Еще один поезд сюда не подъедет, потому что нет пути, потому что я только что все это снес. Нет, тогда все-таки мне нужен ящик титана. ящик тоже не сложно. Ну, ящик тоже не сложно. Электричество. Батарейки. А, я поставил там ограничения. Нет, ящик титановых плиты. Нет, ящик титановых плиты. Нет, конечно же нет. Вот это будет пять. И мне нужно еще немножко против. С электродвигателем сложнее, так что лапки не сделаем. Но, по крайней мере, робопорт будет. Дронов я могу натырить с науки. Что я? Ctrl-Shift-клик я нажал. Это поиск. Это странно. Так же мне не нужно не столько дронов. Мне хватит 50 пока что. Окей. С дронами это все разбирать будет значительно быстрее и проще. Ну ладно, мне нужно по сути еще одну линию даже вплотную сойдет. за исключением того факта, что вплотную не сойдет, потому что или сойдет. Потому что, да, вплотную очень сложно сделать ответвление. Но вот здесь вот вполне сойдет. Так, так, так. Окей, построилось. Так. Дроны вперед. Во, дроны вперед. Не очень быстро, но вперед. Наверное, вот так. Я за кадром сделаю вторую дрон-станцию, потому что одна и маловато все-таки. Так. Так. и здесь будет станция вход контейнеров с галочкой. И это будет, естественно, локомотив. И, соответственно, сюда приезжает поезд с контейнерами, и из него эти контейнеры выгружаются в ящик. И потом из ящика выгружаются в подземный билд. И идут сюда. и все, что мне нужно, это подцепить логику. И сюда, и сюда, на самом деле. Ну, хотя... Наверное, сюда не нужно, на самом деле, но я все равно подцеплю. Для логики мне нужен столб. даже больше одного столба. И мне нужны комбинаторы. Так. Так. Тут вообще нужен не такой комбинатор. Арифметический. Почему их нельзя заменить друг на друга с сохранением соединений? Это вопрос. Ну, ладно. А здесь мы берем все, что есть на станции и делим это все на 5. И выход L. И тут мы устанавливаем лимит от L. И тут мы ставим так, чтобы тут не могло быть больше 15. Чтобы запрашивалось максимум 3 поезда. он не уезжает, потому что там станция закрыта? Или почему? А, потому что у него еще нет 5. А 5 у него нет, потому что тут нет ящиков. А ящиков тут нет, потому что тут нет ящиков. Логично. А здесь же мы запрашиваем, что если ящиков... Сейчас, стоп, у нас 2 вагона с ящиками. У нас 2 вагона. чем наверно так лучше долган это 100 ящиков если у нас ящик меньше 100 то станция включается и на нее привозит поезд и разгружает на нее ящики пока так не будет больше 100 это не учитывает вот это вот все но в итоге тут на станции получается чуть больше 100 ящиков в ожидании это также не учитывает что они используются более приоритетно с одной стороны и баланс ресторан сюда не влезет правильно так они будут поровну использоваться то что они все равно будут все с одной стороны нормально относительно кроме того что здесь все-таки стоит поставить блок а и сейчас сюда еще распределить поезд правильно и на нем можно вернуться назад тоже так быстрее наверное тут все таки стоит поставить быстрые манипуляторы смысле стаковые но это мелочь окей это работает у меня сразу что-то украли ладно пункт назначения занят аж там пока что недостаточно всего но она и тут у нас уже 40 контейнеров это jet 21 и 19 почему-то можно вот так 40 можно и поровну разделить надо теперь давайте разбираться с медью которая не здесь которая выше тут поезд я уже снес и можно заодно снести все остальное проблема в том что тут есть покрытие моих дронов базы так что если я буду много всего выделять то мои дроны с базы будут это все пытаться разбирать это скорее всего будет более медленно эту станцию я полностью сношу потому что она мне в таком виде не нужно а эти дроны могут подбирать контейнеры им пофиг 400 так сколько у меня вообще с одним таким робопортом 25 дронов а теперь мне хотелось бы сути вот так вот скопировать и вот так вот вставить она нифига не ставится потому что какой-то сигнал мешает но с этим мы сейчас разберемся сигнал можно и снести и вставить еще раз этот не нужно это нужно самом деле тоже не нужно сойдет я там сделал неправильно уж тут слишком дохрена место для вот это но хотят с другой стороны слишком ли дохрена тут место тут хорошо вписывается робопорт но в принципе я мог бы наверное даже на две клетки ближе все поставить смысл на две клетки путей чтобы она вот так вот что это можно переместить и тут будет больше места для всяких развязок наверное стоит это сделать то есть в целом мне нужно вот столько места освободить и здесь у нас будет линия с медио и это линия с медио будет разгружаться здесь это будет вход я ставил просто медь правильно везде они контейнеры с меди и как это будет работать во первых тут мы запрашиваем батарейки заряженные самом деле я по моим там запрашивал 200 тут я запрошу 300 300 это полный полный поиск раз вроде бы так и дальше мы разгружаем из двух вагонов в ящике в два ящика всего лишь наши контейнеры наверное каждый вагон отдельно вообще типа так же как там на самом деле может быть стоило сделать вот так изначально и тогда это можно даже поближе поставить хотя тут есть некоторые проблемы с этим у меня так как не получится так можно в 3 выгружать но не в 4 находяние меня все правильно так а это тоже в конец вагона и в принципе можно перенести сюда с логикой будет чуть важнее но так можно компактнее сделать так так и тогда можно даже без этих белтов обойтись и грузить просто напрямую так это наш кличне парочку с бы поставить да это проблема а я забыл поставить фильтрацию и также там я так и не поставил я хотел поставить еще фильтрующий манипулятор чтобы они выгружали эти ящики напрямую это можно сделать вот так так вот так надо ли она это другой вопрос что-то она в итоге все равно туда же придет верно не надо достаточно такого тогда я вот на этом уровне сделала тут конечно будут немножко стал бы мешать на немножко зайдет в общем это тогда можно тоже проапгрейдить до красных нужны ли тут сплиттеры на самом деле не особо можно было бы и без них обойтись но почему нет так и теперь здесь нужно в два вагона загрузить вот так лучше ли это чем то что внизу не уверен но пусть будет логику я тут скопирую саму станцию каким то образом надо это все подцепить наверное также и теперь нужно каким то образом это все запитать подстанции это хороший вариант мне кажется и нужно каким то образом вот это вот все еще подцепить и логику здесь построить ну тут достаточно места с этой стороны от станции так 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 и что у нас получается два вагона по 5 то есть 10 20 30 если я сюда положу 100 например то она все выключится потому что больше 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 30 короче если меньше 30 контейнеров то один поезд запрашивается если меньше 20 то 2 если меньше 10 то 3 вроде бы норм единственное чего не хватает это раба порта естественно самом деле вот это вот я перемещу сюда чтобы симметрично было или нет потому что до электричество не достает тогда надо тогда не перемещу так и с этим есть некоторые проблемы вот сюда можно поставить и и естественно мне нужно выгружать медную руду и мне нужен поезд поезд 2 вагона сюда сейчас привезут все и сюда тоже и как этот поезд работает это у него станция разгрузки так что по сути можно поставить полная разгрузка то что он полностью разгружается и уезжает плюс бездействия две секунды чтобы убедиться что его загрузили батарейками все теперь нужно сделать станцию погрузки для такого поезда желательно тоже с красными машинами и на 4 билд хотя там там добычи столько нет но наверное сейчас загрузить немножко батарейками я могу на нем же приехать туда и так там все переделать что насчет сигналов сверху а насчет сигналов и и въезда вот так и тут на самом деле нужно вот так и вот так я вот такие поезда использовать под вагона а и это будет группа поезд миди и я сразу же сделаю еще два ну или не сразу же это тоже поезд миди и это тоже поезд миди когда-нибудь ему все подвезут и раз здесь есть 200 батарей кто я возьму и пополам их разделю в эти два поезда окей а этот поезд можно взять и отправить его вот сюда и когда он приедет просто переключиться в ручной режим так что я поставлю 50 секунд чтобы он сразу не уезжал так ручной режим и теперь нужно каким-то образом эту станцию перестраивать в веселье а тут у нас нет ящиков и эта проблема но зато тут у нас есть готовые готовые ящики миди контейнеры ставьте ставьте такое разбирайте такое вперед дроны работайте а тут можно даже немножко наверное все это расширить проблему в отсыпке который мне чуть даже есть так и проблема в шахтах которых у меня на базе немножко есть или или 300 с лишним штук это не совсем немножко окей так чтобы уж там совсем полностью все покрыть не знаю нафига мне прям совсем полностью все покрывать но пусть будет окей тут такое потому что она быстрее работает не то чтобы это особенно важно в такой ситуации и сюда нужно сюда нужно подвести каким-то образом по ровну 4 белта на 4 белта контейнеров дронами не получится это было бы удобно и легко окей допустим станции у нас все таки будет здесь и еще одна станция у нас будет здесь здесь так 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 тут нужно подвести в два вагона так сама эта станция это не а это выход нет медь локомотив и ты стой там до полной погрузки тут будут некоторые проблемы надо будет сделать от для нее чтобы сюда могло три поезда в очередь встать после разделения ну окей допустим так допустим так так и тут можно поставить просто сплиттер это будет работать то есть в принципе выдавать можно все на одну линию то что это контейнер вот так забирать все в принципе в принципе можно тоже с одной линии может какая проблема в таком стопе что типа у меня приезжают отсюда эти эти пустые контейнеры и они проезжают и если первым заводом они сейчас не нужны то их копится 10 тысяч вот здесь а этот завод не работает это проблема но ничто мне не мешает сделать вот так правильно точнее для большего удобства сделать вот так и так они тут крутится и собственно все или для еще большего удобства сделать вот так и сделать приоритет входа влево и фильтр вправо на самом деле вот это вот все мне не нужно потому что я могу их пустить подземным билтом отсюда тут они выгружаются на одну сторону для удобства на одну сторону для удобства или нет нет разницы на одну сторону или нет нет разницы на одну сторону или нет при этом при этом использовались равномерно то есть то есть вот так что выгружаются на одну сторону и потом склеиваются в одну линию сплиттером а не тем что они соединяются или тем что они просто выгружаются на одну линию и тут дохрена подземных билтов получается которых можно было бы каким-то образом избежать не особо можно было бы разве что поставить поставить их для этих выходов то есть в два раза меньше использовать что наверное было бы более логично тогда это все нужно поднять еще на одну клетку по сути и типа здесь сделать такой вот хаос безумие выметь более хороший вариант в котором мне нужен целый один по тем не билт или что-то типа того ааа хм вот такой хи вроде норм по крайней мере я не вижу почему бы это не работало ну кроме того что электричества нихрена нет это очевидно если это почему-то не будет работать в какой-то момент то мы об этом узнаем потому что нихрена не будет меди на базе окей теперь мне нужно подключить электричество сюда и подключить логику часть логики я могу скопировать вот отсюда все вторую часть логики я в принципе могу скопировать оттуда же только поменять поменять цифры не на 5 а на 10 не на 5 а на 10 так и соответственно вот так что тоже вызывают некоторые проблемы может тут в итоге будет немножко больше на правой стороне то есть если оба этих сундука забьются и потом появится буфер но небольшой буфер и потом оба этих сундука потратится то в этом сундуке будет больше и не уверен что с этим сделать типа не я уверен что с этим сделать на это будет чуть криво теперь тут одинаковый буфер но теперь она не не симметрично ну и хрен с ним зато работает будет работать а короче чего окей тут ничего не запрашивается потому что тут ничего нет очевидно но я могу взять еще пачку контейнеров чтобы она все таки как-то работала 120 видимо и раскидать их сюда и это станция который должен быть установить лимит поездов она его установил потому что они сразу же все разгрузились и теперь все это будет работать и кататься кругами ура суши ура пока что не уезжать чувак окей по сути да он здесь полностью загружается и уезжает и все хорошо а и в теорию этих двух поездов тоже должно было с вами поменяться также да так что надо все таки переделать вот это вот все немножко надо все таки переделать вот это вот все немножко вот так вот так ну и тут можно еще так расставить конечно но тут не будет трех поездов очередь надеюсь окна выезде тоже сигнал запроса не запроса ну да по сути запроса нет лимита поездов нет сейчас будет правильно когда вот эти вот ящик дает может это будет 10 контейнеров до 10 контейнеров запрашивается один поезд и если этот поезд включу и поставлю ему полную погрузку то он то поедет со вторым все немножко сложнее наверное можно его покажет на полную разгрузку поставить когда-нибудь тут еще накопится все а этот поезд можно поставить в авторежим он тут полностью погрузился и он не может уехать потому что там они он сюда пытается приехать 2 поезд приехал он загружается и потом третий поезд тоже сюда приедет когда там накопится достаточно ресурс ура так и теперь у нас будет медь когда-нибудь восемь сейчас еще на один цикл накопится это иметь сколько это все копать это все копает 52 то есть в принципе целый красный белый почти два есть даже смысл немножко пропать от сюда красный билд что под конец она простаивает так этот поезд уехал этот поезд разгрузился ура медь есть ну и теперь мне нужно каким-то образом что-то придумать с поездом который будет развозить это все придумать с ним нужно на самом деле целых две вещи во первых это должна быть какая-то база где эти контейнеры делаются что в принципе не сложно потому что делаются они просто из стали то есть в принципе я могу взять наверное их можно делать и и фильтровать одном и том же месте этим я осталась буфере вот это вот все до осталось сделаю вот здесь еще одну станцию и она у меня будет тоже в две линии вот так наверное реально могу просто взять и поставить здесь длинный манипулятор чтобы она выгружала наберут его отсюда отвести и это адекватно сработает типа так много у меня хлама всякого и как много у меня вот это вот хлам который тоже надо бы выгрузить вот туда включилась и новый поезд что сейчас подъедет и все будет хорошо вот так и это не установить размер почти условия включения если пустых контейнеров этом ящике меньше 50 то они загружаются с этой линии и они всегда загружаются с этой линии и они уходят на эту линию а еще это все значит это все значит что тут будет два поезда один поезд это вход контейнеров приоритетный для таких поездов а второй это выход контейнеров выход контейнеров с галочкой хотя на самом деле тут от не нужно тоже для таких поездов так два вагона два вагона и получается это поезд который разъезжает по всем станциям и забирает использованные контейнеры и привозит их сюда и тут он их разгружает а так каждый раз не с той стороны где нужно вот так эти использованные контейнеры в первую очередь используются логично а здесь поезд который эти контейнеры развозят обоим этим поездам нужно топливо там кстати нет контейнера с контейнером в этих контейнерах наверное нет это было бы слишком тупо по 300 потому что это полный поезд нужны ли здесь какие-то лимиты или еще что то такое по сути нет нужно только электричество вот так так и по сути этот контейнер от поезд полная погрузка здесь плюс бездействия 2 секунды и полная разгрузка там а этот полная погрузка там и полная разгрузка здесь он заправляется и там и там так что в принципе ему бездействия не нужно пусть будет допустим 2 2 секунды бездействие там и там поедет он куда-нибудь нет потому что ни одна станция не открыта зато вот этот поедет туда потому что станция открыта до станция открыта потому что у нее нет не устанавливается лимит она все равно открыто потому что 0 контейнеров так и сейчас он еще раз сюда приедет потому что тут снова их 0 ахаха но хотя не все правильно потому что тут 48 стаков но не они стакуются по 10 так что 480 может быть сундуков этих контейнерах сейчас он еще раз сюда приедет а или нет потому что он там сейчас стоит и ничего не делает потому что кто-то забыл поставить сигнал сигнал это немножко важно тут у меня будет по одному таком пользу так что мне не нужны все вот эти вот сигналы но все же также сколько это производит полтора в секунду и да тут получается типа по 200 контейнеров на каждой такой вот маленькой станции и сильно больше на больших станциях но в принципе пофиг а и теперь все еще это станция открыт потому что тут всего лишь 82 контейнера так что он еще раз сюда приедет разгрузить сюда еще 100 контейнеров и после этого пока тут не не станет меньше ста контейнеров в этих ящиках он сюда приезжать не будет и наверное наверное сто восемьдесят два плюс сколько на эти белты влезает это какое-то время хватит и потом он поедет на эту станцию потому что тоже контейнеры запрашиваются и потом он не поедет никакую другую станцию тоже других станций у меня нет но по сути такая система и соответственно когда здесь накопится где-нибудь здесь 100 контейнеров то второй поезд приедет заберет эти 100 контейнеров выложит сюда и они будут приоритетно загружаться в сундук можно было бы с плитером приоритетным то же самое сделать типа просто вот так и поставить приоритет вход на эту сторону но контейнером как бы буфер создается может быть даже не 50 200 чтобы два поезда была гарантирована если тут меньше чем на два поезда того свежепроизведенные добавляется но также не этом два поезда здесь плюс плюс сколько здесь на самом деле можно сделать хитрее подцепить вот это вот все туда вот так типа если 200 в этих трех контейнерах суммарно есть можно даже только эти считать и в таком случае опять же проще было бы поставить приоритетный сплиттер и подцепить вот так и поставить что включается только если там меньше 200 но неважно сейчас мы же вниз поедет да то что наверху уже не запрашивается эти контейнеры потому что наверху их запас 182 но в итоге медь мы успешно перевели на новые поезда остальные ресурсы тоже успешно перемен надеюсь успешно переведу на новые поезда за кадром потому что это абсолютно тот же копипастность там будет то есть я просто скопирую эту станцию с медью поменяю ее название на станцию не с медью и рецепты и то же самое я скопирую вот это вот все и не вставляю там где-нибудь здесь где-нибудь здесь для угля где-нибудь здесь для свинца и все больше ничего нет и в следующий раз мы будем разбираться я не уверен с чем может быть с ураном не потому что он мне прям для чего-то нужен а потому что я бы хотел все-таки следующий наук когда-то сделать и на нее нужен уран или может быть с тем чтобы переселяться на тот остров и думать что там происходит и как там что-то делать не переселяться в смысле строить туда строить там базу добывающую посмотрим я подумаю но это следующий раз она сегодня на этом все тогда я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами бываемся пока